Здравствуйте, Людмила из Брянска, с праздником батюшки. У меня короткий вопрос. Вот оказалось недавно, что у моей крестной была какой-то малакамской верой. Я хотела бы узнать, про вам мощно ли моё крещение, действительно ли оно? Крещение действительно, но оно не является вашей крестной. Ваша мама, видимо, в вопросах веры очень серьёзно, так сказать, заблуждалась, ничего не знала, поэтому она её пригласила. Это такой обычай в России приглашать родственников. Вот у моей дочки крёстная моя мать, например. Я являюсь крёстным своей племянницы. Это обычная такая история. Но мы люди православные. А если она была малакамкой, она никакая крестная не является, она вообще не является членом церкви христианской. Потому что малаканье – это такая секта. Батюшка, у нас большинство крёстных, они хоть и крещены в православии, но никакого представления не имеют вообще о православии, о вере. Да, не только крёстных, а даже и сами крестники, и их родители. Ничего вообще, не то что о православии, а вообще о христианстве. У них самые дикые представления. Я в курсе дела. Ты меня хотел просветить? Нет, я к тому говорю, что… Сам от этого 60 лет страдаю. Батюшка, но такой же крёстный он тоже, как бы и не крёстный. Конечно нет. Так название? Ну, он, по крайней мере, формально крёстный. А малаканка, она не может никак, она даже не может, малаканка присутствовать при крещении. Она может наблюдать из притвора. Вот, у меня есть один друг, художник. Он еврей и не крёщённый. Вот, но он захотел, ну, по присутствию при крещении другого, друга, художника. Мы крестили его, уж не помню сейчас, внука или внучка, я крестил. Вот, я его поместил в притвор, он с большой радостью, ну, не участвовал в крещении, но наблюдал. Наблюдал. Да, из притвора, так сказать. Всё, я ему дал возможность. А сын его крещённый, и верует в Бога, и очень такой православный христианин. А сам он, ему уже за 80, никак не может сделать этот шаг. Хотя, у него душа совершенно христианская. У Батюшка такие случаи очень часто. Да, да, да. Говорят, ну, человек замечательный. Ну, вот я поэтому и не стал ему препятствовать, надеялся, он как-то, благодать Божия, как-то коснётся его сердца. То, что, о, и художник-то очень хороший. Одна наша прихожанка приходит, говорит, мама, говорит, добрейший человек. Ну, говорит, вообще, стольким помогла в жизни. Никому никогда не отказала. Всю жизнь положила на служение ближним своим. Креститься никак. Ну, и ладно.